Добрый день! Сегодня на обзор мы покрутим, поверьте, Asus Transformer Pad Infinity, также называемый TF700T, насколько я помню. Построен он у нас на Nvidia Tegra. Это у нас сейчас с клавиатурой подключаемой, есть полноразмерный USB, слот для карт памяти, тут ничего и тут у нас разъем для зарядки на самой подставке. Собственно разложим. Напомню, тут у нас 10,1 дюйм. Да, грязненько, но что поделать, новых их, я так понимаю, сейчас нету. Вот как он подключается, здесь есть тачпэд, мышка, все дела. Но мы так не влезем в кадр полноразмерно. Собственно, что рассказывать про клавиатуру, я не знаю. В ней есть дополнительный аккумулятор, в ней есть полноразмерный USB, в ней есть слот для карты памяти. И все. Поэтому, я думаю, можно отключить ее. Так, продолжим. 10,1 дюйм дисплей, разрешение Full HD, плотность пикселя 224 ppi, то есть с этим проблем нет, изображение приятное. Nvidia Tegra 3, это у нас 4 ядра, или, так, подождите-ка. Nvidia Tegra, это у нас или 4 ядра ARM, или Qualcomm MS, бла-бла-бла, Snapdragon S4 Plus. Ускоритель GeForce ULP. Флэш-память здесь бывает от 16 до 64. Вот в данной модели 64 гига памяти. Так, micro HDMI, кстати, мы его видели на одной из граней. Кажется, вот этот разъем у нас. Всего лишь гигабайт оперативной памяти, что достаточно мало. И вот не знаю, в чем дело, но вот данный планшет почему-то притормаживает. Может, конечно, предыдущие владельцы его роняли, или топили, или еще что-то. Но факт остается фактом, он тормозит в каких-то приложениях. Так, тыловая камера 8 мегапикселей, фронтальная 2 мегапикселя. Wi-Fi, есть модели с модулем 3G, но это немножко другая модель. Так, Android у нас здесь предустановлен 4.2.1, насколько я помню. Вот, я думаю, видно, как он подтупливает. Еще он запылился. Просто жутко. Так, давайте мы с вами проникнем все-таки в настройки о планшетном ПК. Да, 4.2.1. Модель с этим Wi-Fi. Габариты у него 263 на 180 и на 8,5. Масса 597 грамм. Ориентировочная цена, ну, на данный момент нету никакой цены, потому что его уже не продают. Что я здесь могу показать? Внешний вид показал, какой есть функционал у подставочки я показал. Про характеристики я вам рассказал. Давайте прогоним синтетические тесты. запустим игрушку, тот же Asphalt 8 и посмотрим, что же он сможет вытянуть. Думаю, с синтетикой мы разобрались. Спид-тест у нас вытянул 33 мегабита на получение 32 на передачу. В принципе, немало, но и немного. Так, по поводу GPS. У нас есть только модуль, точнее, по поводу навигации. Поймали только GPS. Без глонасса, без байду. Печально. 10 касаний дисплей. Это у нас тест на батарейку, антуту тестер набрал всего лишь, ну, 4600. Ну, 4700, ладно. Это очень мало. И по ощущениям он, правда, садится быстро, но, возможно, это, опять же, отражаются года. Сколько ему, вот, пару лет, это точно. Гикбенч. Тоже никакие космические рекорды он не побил, но, в принципе, приемлемо для старого планшета. 3D-мерк. Ну, тоже так все результатики по меркам 2016 года. Гикбенч. Эпик-цитадель. Ну и все, в принципе, что тут еще можно запускать. Так, оп-оп. Давайте прогоним асфальт. Кстати, асфальт тоже притормаживает в некоторых моментах. Я, правда, склоняюсь к тому, что это проблема именно данного планшета, который находится у меня на руках. Потому что владельцы таких же планшетиков говорили, что все работает превосходно. По большому счету я снимаю это видео, чтобы сравнить прошивку стоковую с андроидом шестым. Буквально вот через пару часов я сниму видео, где вот на этом асусе будет работать шестой андроид и просто замечательно, думаю, будет работать. Очень много хороших отзывов о нем. Так. Настройки графики. Стоит качество изображения среднее. Я думаю, поднимать до высокого не стоит. Так. Ну-ка. Поднимем яркость. Чуть-чуть. Не проедемся. Тестовую трассу. Руководство по геймплею. Нитростартер наполняет ваш бак нитро на начальном этапе гонки, пока срок его действия не истечет. Угу. Ну давай, загружайся. По поводу нагрева. В случае, если вы все-таки загрузили как-то тяжело ваш планшет, он будет греться вверху, в левом верху, сзади. Вот. Вся остальная поверхность планшета останется холодной. Кстати, здесь один динамик, вот он находится здесь, на задней стороне. Ну-ка. Ну, в принципе, сейчас идет неплохо, но вот когда начнется заварушка, я думаю, видно. Кадры проседают уже. Вот. Во-во-во. Оф-оф. Непривычно видеть такое на тегре третьей. мы кстати забыли запустить сенсор тест забыли запустить сенсор тест но я думаю доиграть как бы после этого уже разобраться с ним посмотреть если здесь барометр гироскоп но уже и понятно что есть гироскоп раз мы играем в асфальт если здесь как называется нет про гироскоп еще не понятно если он здесь понятно что есть акселерометр вот если гироскоп собственно тест покажет или может течет специфичные датчики датчик холомагнитный скорее всего мне кажется есть в общем да планшет прогревается вверх левый так ну-ка финиш уже близко есть ли смысл доезжать до него а в принципе уже есть да ну надеюсь его производительность в играх понятно асфальт очень хороший представитель игрушек которые нагружают телефон планшет очень много всякой динамичной графики считаю это на данный момент лучший игровой тест не но не benchmark именно сам тест так всякие кредиты ладно это нас не интересует так сенсор тест скачали запустили планшет у нас лежит пишет ускорение 11 метров в секунду очень странно хотя на планете земля у нас кажется 98 ну-ка поднимем сменим ось все равно суммарная 10 погрешность возможно да да чехол у нас присутствует ориентация гироскоп да гироскоп есть это очень хорошо можно даже скачать например уже избитую всеми игру pokemon go и в дополненной реальности ловить этих блин покемонов датчик света есть то есть подсветка динамично регулируется в зависимости от освещения gravity ну это понятно линейная акселерация вот эти датчики последние это даже не совсем датчики это скорее просто показания отлично все самое необходимое что можно впихнуть планшет для комфортной игры использования тут есть акселерометр и гироскоп все больше об этом планшете рассказывать нечего на разве что тут большие рамки металлический корпус который хорошо бьется кстати но среднего качества динамик главное что он не хрипит вот он камера вспышка примеры фотографии которые я сделал записал видео на этот планшет качество можно посмотреть будет в полном обзоре на сайте он как всегда выйдет ну спустя возможно день полтора после видео обзора если будут какие-то вопросы пишите в комментариях ну а по-настоящему интересное видео будет следующее это будет видео по прошивке asus а ну как на него загнать 6 android и следующее видео будет о том как на нем этот 6 android работает возможно планшет будет просто офигеть какой классный а может быть наоборот испортится и будет лагать вылетать неизвестно узнаем но так если вам понравилось подписываемся тыкаем сюда тык тык ставим лайки ну ставим дизлайк если вам правда не понравилось и вы не хотите смотреть дальнейшие видео так что все ссылочка на android 6 которая чуть позже размещу здесь ссылочка на прошивку тоже вот здесь примеры фото и видео вот здесь но ссылка на полный текстовый обзор будет в описании видео пум 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 пока